Продолжение следует... Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер всем, кто любит и ценит Оренбургский куховый платок. Добрый вечер, оренбургцы и гости нашего города. И открывает выставку сегодняшний муниципальный камерный хор под управлением Ольги Селебрийской. Звучит легендарная песня Григория Памановаренко и Виктора Болкова «Оренбургский куховый платок». Звучит легендарная песня Григория Паманова 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 «Оренбургского кухового платок». Звучит легендарная песня Григория Паманова «Оренбургский куховый платок». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Браво! Ну, конечно же, нет такой семьи в нашем крае, где вы не вязали пуховых изделий. Обязательно кто-нибудь из родственников владеет тайной создания этих удивительных народных произведений. Мы знаем, как щедро одарены мастерством нашей пуховницы, и как до сих пор велика тяга россияна к нашим Оренбургским пуховым поткам, к истинным образцам уникального народного искусства. Для нас, оренбургцев, Оренбургский пуховый поток – символ, наполненный богатейшей историей, связанной с родной землей. В нем казачьи корни, благодарность за возможность выжить в тяжелые годы, мировое признание и всеобщее восхищение, тепло материнских рук и любовь к родному краю. Оренбургский пуховый поток – это воспоминания о наших мамах и бабушках, о наших близких и любимых, кто кровно связан с Оренбургем. Он заставляет нас вспомнить свои корни, олицетворяет связь поколений, связывает нас в единую оренбургскую семью. Позвольте предоставить слово исполняющему обязанности министер культуры и внешних связей Оренбургской области Евгении Валерьевне Шевченко. Мы уже сегодня действительно говорили, говорили об акциях, об акции Оренбургский пуховый поток, о тех мероприятиях, которые нам предстоят. Очень сложно что-то говорить, когда открывается выставка, потому что выставку, что делать с песней Оренбургский пуховый поток? Либо слушать и наслаждаться, либо подпевать, если есть хотя бы какие-то, пусть не таланты, но способности. Что нужно сказать о выставке Оренбургский пуховый поток? Ею надо просто любоваться, ее надо лицезреть. Поэтому давайте зафиксируем. Выставка в рамках очередной акции, культурно-посвидетельской акции Оренбургский пуховый поток. Будем считать ее открытой и пойдем любоваться. Спасибо, спасибо. Наша выставка называется «Зборный покров». Организаторы осознанно и целенаправленно совместили современный светский праздник с традиционным покровом и Святой Богородицей. История считает, что покров батюшка – главный осенний праздник и первое за земли. По народным представлениям, к нему должен быть убран весь урожай, с полей и с огородов. Обычай требовал в этот день приступить к делам, связанным с зимним периодом годового цикла. Он являлся определяющим для начала и конца различных работ и промыслов. Кстати, лучшим временем для сушаства и свадьбы. Именно в этот период года женщины садились за домашнее рукоделие, а у нас в Оренбурге начинали вязать оренбургские платки. Они, кстати, возрастали в цене и были самым ходовым товаром. Накануне, кстати, мужчин у нас много, мужчины, мужья, овцы и дети, сыновья дарили своим женщинам пуховый платок, как знак заботы и любви, чтобы он согревал свою любимую в зимние вечера. Позвольте предоставить слово Юрию Эдуардовичу Комлеву, директору Музея Заводительных Искусств. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас накануне замечательного праздника, который известен уже далеко за пределами нашего Оренбургского края. Покров день, 14 октября, День Пресвятой Богородицы. И каждый год мы удивляем и наших оренбуржцев, и наших друзей, которые живут в разных городах России, от Табаровска до Калининграда. Только представьте, в прошлом году музей при поддержке Министерства культуры и внешних связей, при поддержке фабрики Оренбургский пуховый платок, отправил в Музей России более 400 пуховых писем. Почему пуховых? Потому что в каждое письмо был вложен маленький сувенирный пуховый платок. И когда сегодня мы приезжаем в какой-либо музей, или наши гости, или друзья, и говорят, что они с Оренбургой, они говорят, да-да-да, мы знаем, у нас есть кусочек вашей земли, или кусочек вашей души в виде маленького оренбургского пухового платка. Игрует это в промысле. И, пользуясь случаем, вы можете сюда пригласить нашу жаркого художника, заказанного художника. Наши мысли занимает вот эта университетная работа. Подскажите мне, пожалуйста, как... Ну, я хочу что-то сказать, что в свое время судьба как бы забросила меня в Оренбурге по направлению после окончания учебного заведения. И я с тех пор этим занимаюсь 30 лет. Камер-платончик, это я не хочу этого слова, хотя я нашел и вырублю. Это четырехцветный оренбургский пуховый платок в традициях нашего патриотизма. Так что, аплодисменты, пожалуйста, автору. И все, и я, конечно, нужно расчетовать этого автора. Спасибо. Дорогие друзья, еще раз от всей души поздравляем вас с нашим общим праздником, объединяющим нас в одно целое. Мы гордимся Оренбургским платком. Мы хотим, чтобы у него была долгая-долгая жизнь. Чтобы бабушкин платок обязательно довязывала внучка. Мы хотим, чтобы платок сохранил в себе истинные ценности народного искусства и служил будущим поколениям. Наша выставка открыта. Наслаждайтесь, потому что здесь прекрасная живопись. помимо наших удивительных, интереснейших, красивейших платков. Праздник вам! – Аплодисменты! – Аплодисменты! Спасибо. Спасибо.